Крупнейшая онлайн-ярмарка Канады в ближайшее время будет открыта. Дорогие друзья, пока я тут своими делами занимаюсь, там, подготавливаю документы к своей американской визе, вот это все делаю, Канада такая фига, кинанам сюрпризик. Да, дорогие друзья, правительство Канады совместно с работодателями на территории Канады решило нам сделать небольшой подарок. Сегодня мы с вами поговорим о крупнейшей онлайн-ярмарке вакансий Канады. Каждый из вас сможет в ней поучаствовать, если он, ну, хотя бы как-то разбирается в том, что он вообще в жизни делает. Дорогие друзья, я сегодня буду с вами обсуждать Destination Canada 2023. Дорогие друзья, поехали! Начнем, как всегда, издалека. Люблю я начинать ролики с такой фразы. Начнем, как всегда, издалека. Потому что, не рассказав предысторию, многим из вас будет непонятно, что же такое ярмарки-вакансии и для чего они нужны. Смотрите, начнем с самого начала. В Канаде крупная нехватка рабочей силы. В разных сферах и отраслях промышленности, непромышленности, неважно. Большая, крупная проблема с рабочей силой. И канадское правительство на протяжении уже многих лет делает интересные ивенты. Я бы сказал это так. Так, фактически, канадское правительство ездит по всему миру и ищет себе работников. Делает некие ярмарки-вакансии в определенных городах, в определенных странах мира. Приезжает туда с работодателями из Канады, говорит, вот работодатели, они хотят себе найти работников. Если вы хотите поехать в Канаду, поработать и эмигрировать, вот вам эти работодатели, давайте связываться. А мы, власти Канады, в свою очередь, поможем вам с эмиграционными целями. Поможем вам получить вид на жительство Канады и бла-бла-бла-бла-бла. И это действовало все очень замечательно для многих людей, которые живут, например, в Европе. Потому что ярмарки-вакансии постоянно проходили в Европе. Но что же делать тем людям, которые живут в странах постсоветского пространства? До начала ковида такие люди почти никогда не попадали на ярмарки-вакансии. В разных случаях они, конечно, умудрялись получать себе шенгенскую визу и в определенное время, в определенное место приехать в Европу и пройти там эту ярмарку-вакансии и через нее эмигрировать. Но начался ковид. И правительство Канады придумало интересную тему. Они перевели многие ярмарки-вакансии в онлайн-формат. То есть теперь ты можешь, сидя на диване у себя дома, в первую очередь выключить первый канал, забыть про то, кто такой Соловьев. Значит так, ты хамло дешевый, а не Владимир. И зайти на сайт правительства Канады, в данном случае на сайт Destination Canada, ярмарки-вакансии, и зарегистрироваться там, подать свое резюме и ждать, пока тебе канадский работодатель ответит. Такая тема уже очень давно работает с провинцией Нью-Брансуик. У провинции Нью-Брансуик существует своя собственная ярмарка-вакансии. Она, кстати, действует сейчас на сегодняшний момент. Если ты там еще не заполнил анкету, иди туда заполни. Как в целом это все работает? Вы заходите на сайт, регистрируетесь, и пишете туда определенные данные, присобачиваете свое резюме и отправляете. Если работодатель, который участвует в этой ярмарке-вакансии, заинтересуется тобой, он с тобой связывается, вы проводите интервью, если вы его устраиваете, он тебя берет на работу, и ты едешь в Канаду. Так это работало всегда, и работает сейчас. Раньше просто надо было в определенное место, в определенном месте попасть, и в определенное время. А сейчас это все делается в режиме онлайн, поэтому, знаете, стало полегче. Так вот, что же за ярмарка? Я уже заговариваюсь. Открылась крупнейшая ярмарка-вакансии Канады по трудоустройству сотрудников из-за рубежа. Данная ярмарка называется Destination Canada 2023. Что написано на официальном сайте Канады. Смотрите. После ярмарки Destination Canada в ноябре 2022 года, посвященной информации и налаживанию связей, в начале 2023 года основным вниманием будет уделяться трудоустройству мотивам. Рекрутинговая деятельность ориентирована на различные сектора экономики, что позволяет франкоязычным и двуязычным кандидатам связаться с канадскими работодателями. Эта ярмарка бесплатна и проводится онлайн. Когда кандидаты регистрируются, они предоставляют работодателям заполненную форму, указывая свой классификатор профессии Канады своей профессии, загружают свое двуязычное резюме в канадском формате и записывают короткую видеопрезентацию себя красавчиков. Если их профиль интересен канадскому работодателю, участвующему в данной ярмарке, он с ним связывается и проводит интервью онлайн. Наряду с собеседованием с кандидатами и работодателями будет проведена виртуальная информационная ярмарка, на которой будет предоставлен обзор секторов экономики Канады и разъяснение, внимание, различных вариантов эмиграции. На сегодняшний момент объявлено только о двух ярмарках-вакансий в рамках Destination Canada. Первая ярмарка называется как информационные и коммуникационные технологии. Теперь я вам скажу, какие профессии проходят по этой ярмарке в рамках информационных и коммуникационных технологий. Начнем. Менеджеры операторов связи, профессии по управлению медицинской информацией, инженеры-менеджеры, менеджеры по компьютерам и информационным сетям, специалисты по данным, специалисты по кибербезопасности, специалисты по бизнес-системам, специалисты по информационным системам, аналитики баз данных и администраторы данных. О, кстати, я же сисадмин, можешь поучаствовать на шару, чё бы нет. Дальше. Разработчики и программисты компьютерных систем, инженеры, программисты и дизайнеры, разработчики программного обеспечения и программисты, веб-дизайнеры, веб-разработчики и программисты, инженеры-электрики и электронщики, инженеры-компьютерщики, кроме инженеров, программистов и дизайнеров, специалисты по компьютерным сетям и веб-технологиям, специалисты по поддержке пользователей, специалисты по тестированию информационных систем, техники по электротехнике и электронной системе. Механики, специалисты по промышленным приборам и механике, специалисты по графике, графические дизайнеры и иллюстраторы. А это, кстати, моя жена, может быть, ее тоже туда пихануть. Это первая ярмарка. Внимание, что вообще, какие у нас даты, датлайны, какой у нас, какой у нас даталайн. Смотрите, регистрация работодателей уже закончена. Она начала с 30 января и продолжилась до 16 февраля 2023 года. С 17 февраля 2023 года по 5 марта начинается регистрация кандидатов, то есть моих дорогих подписчиков. Я один из первых вам делал. Смотрите, ссылка в описании под роликом. Я оставлю ссылку на эту ярмарку. К моменту, наверное, когда выйдет ролик, скорее всего, уже регистрация будет открыта. Поэтому прошу идти туда и смотреть. Если она еще не открыта, мониторьте, мать его, сайт. В ближайшее время регистрация будет открыта. Дальше. Интервью работодателей с заинтересовавшимися работниками 20 февраля по 31 марта. И виртуальная информационная сессия об иммиграции в Канаду будет назначена на 14 марта. Следующая ярмарка вакансий тоже вот одновременно будет проходить с этой. И сейчас я поговорю с ней. Что же это за вторая ярмарка, которая будет проходить в рамках Destination Canada? Все очень просто. Вторая ярмарка называется «Туризм и гостиничный бизнес». Какие профессии проходят по этой ярмарке? Начнем. Организаторы конференции мероприятий, массажисты, директора по услугам отдыха, спорта и фитнесу, руководители, инструкторы программ по отдыху, спорту и фитнесу, менеджеры ресторанов и общественного питания, менеджеры службы размещения, супервайзеры службы питания, горничные, руководители по уборке, руководители других служб, связанных с гостиничным и туристическим бизнесом, повара, пекаря, пекаря, извините, косметологи, электрики и смежные профессии. Нет, не электрики, простите, косметологи и смежные профессии. Чуть не туда посмотрел. Типа сотрудники в хостелы и отеле, бармены, консультанты по путешествиям, агенты по продаже авиабилетов и обслуживанию, агенты по продаже билетов на наземный водный транспорт, клерки на стойке регистрации. Это хостесы, которые вот работают, да? Туристические гиды, работники казино, гиды, работающие в сфере спорта и отдыха на открытом воздухе, прочие информационные работники в сфере услуг гостиничного и туристического бизнеса. Гиды. Дальше. Разночники продуктов питания и напитков, продавцы продуктов питания, кухонные помощники и связанные с ними вспомогательные профессии. Вспомогательные профессии в сфере услуг по размещению, поездкам и обустройству. Уборщики, подрядчики, контролеры, услуг по озеленению, уходу за территорией и садоводству. Рабочие по благоустройству, уходу территории. Вот эти все профессии могут участвовать в ярмарке номер два, который идет, будет идти в ближайшее время. Какой даталайн у этой ярмарки? Регистрация работодателя уже закончена, она началась с 30 января по 16 февраля. Регистрация кандидатов с 17 февраля по 5 марта. Интервью работодателей с работниками, которые их заинтересуют, с 20 февраля по 31 марта. Виртуальный информационный форум о том, каким же образом эмигрировать таким профессиям в Канаду, будет назначен на 20-21 марта. Можно бесплатно зайти, будет послушать, посмотреть, какие вам варианты предложат. Также очень интересный факт. Исходя из формы регистрации работодателя, вы ее сейчас видите на экране, с официального сайта ярмарки мы можем понять, что в будущем будет сделано еще несколько ярмарок по таким направлениям, как здравоохранение, обучение, дошкольное образование, транспортировка и логистика. То есть, в данный момент две ярмарки. В ближайшее время откроется регистрация. Ссылка в описании под роликом регистрация. Вы туда заходите, регистрируйтесь. Вопрос один. Что нам нужно, Вань, подготовить? Смотрите. Исходя из моего опыта, связанного с ярмаркой провинции Нью-Брансвюк, я могу сказать, что вам нужно будет резюме по канадским стандартам. Тут они просят еще и на двух языках. Тебе нужно будет сделать эвалюацию диплома, если она у тебя есть. Если нет, скорее всего, можно ее будет потом дослать. Языковые тесты, подтверждающие знание вашего языка по ярмарке вакансии провинции Нью-Брансвюк, не требуются для регистрации, но они приемлемы. Возможно, здесь будут определенные требования. По-любому сдать Айлс. Но не факт. Я уверен, что, возможно, они просто напишут, типа, если есть Айлс, языковой тест, и тест на французский язык, подвесь. Если нет, потом подвесишь. То есть, мне кажется, это будет как-то так. То есть, исходя из ярмарки, которая проводится в провинции Нью-Брансвюк, я выделю только несколько вещей. Резюме. Значит, если есть языковой тест, отлично. Если нет, его потом предоставишь. Если сделан эвалюация диплома, отлично, предоставь ее. Если ее нет, потом предоставишь. Короче. Так, дорогие друзья, зашел на сайт, попытался зарегистрироваться. Ни эвалюация диплома, ни языковые тесты не требуются. Просто надо от себя примерный уровень своего знания английского и французского языка указать. А также от себя самостоятельно оценить свои знания в сфере образования. Какое у вас образование? Магистр, доктор наук, колледж-диплом, бакалавр и тому подобное. То есть, фактически, подгружать какие-то Айлсы и тому подобного от вас не требуется. Что очень и очень хорошо. Почему я так быстро ролик этот записал? Потому что у вас мало времени. С 17 февраля по 5 марта будет открыта регистрация. Кто хотел сделать у меня резюме и попасть на эту ярмарку, он уже его сделал. Потому что резюме делается не быстро, и я не могу на шару делать очень быстрое резюме. Извините, пожалуйста. Вы все люди, которые сейчас мне начнут писать в комментариях и где-то там на почту «Вань, сделай нам резюме», я скажу честно, скорее всего, на ярмарку вакансии это вы не успеете. Вы просрали свой шанс. Но у вас есть время сделать его самостоятельно. У вас есть несколько дней собраться с мыслями, подумать хорошо и сделать резюме самостоятельно. Либо заказать у меня и ждать следующей ярмарки, которая, ну, дай бог, скоро тоже будет. Напоминаю, ярмарка провинции Нью-Брансуик до сих пор открыта. Вы можете зайти и зарегистрировать там, если вы еще не зарегистрированы. Надеюсь, я как-то вам разжевал, зачем вообще это все нужно, для чего Канаде нужны ярмарки вакансий и каким плюсом является ярмарка вакансий конкретно для вас. А если она еще и в режиме онлайн, так это вообще просто подарок. До скорого. Пока.